Приветствую вас, друзья, на канале Погода в Кировске и я Погода. Сегодня небольшой подкаст с такой вот темой, которая мне давно уже не дает покоя. Итак, поехали! Хочется поговорить о величии, а поговорить об этом величии хочется, начав с одного очень интересного исторического фото. Да, просто к тому, что город Кировск не лишен также какой-то истории, связанной с, наверное, мировым искусством и даже в какой-то степени, наверное, уже классическим. Ракурс примерный, поскольку вот эти деревья сейчас не дают сделать обзор с той же точки, с которой был сделан этот снимок. Приходится немножечко прийти во фронтальную часть ракурса. И на снимке изображены люди, как вы видите, да? Скорее всего, наши какие-то, скажем так, предшественники, люди другой эпохи. И самый левый на фото запечатлен никто иной, как Венечка, Венечка Ерофеев. Именно тот самый Венечка, который написал или создал произведение «Москва петушки». И вот этот дом. Меня интересует подъезд, который находится за его плечом, и он открыт, как вы можете видеть. Вот к этому-то я и подвожусь, к этому величию, величию тех людей, которые жили в этих прекрасных домах и создавали их для себя, зная себе цену, понимая, для чего они делают именно то или другое. И сейчас мы начнем именно с этого подъезда. И быстренько я уже хотел поговорить как-то на эту тему. Поговорим о величии. Вот этот подъезд за плечом Венечки Ерофеева. И он на фото, видно, открыт. То есть им пользовались. Это был парадный вход в это жилое здание. Это обычный жилой дом той эпохи, который принадлежал, собственно, Венечка, которому и принадлежало время создания его произведения. О чем речь? Речь вот о чем. Речь даже не сколько о Венечке или о его произведении. В принципе, о произведении великолепном, мощном, даже очень страшном, трансцендентном произведении. Кто не читал эту книгу, это произведение, пожалуйста, можете попробовать, если у вас хватит смелости прочитать ее. Прочитайте, ознакомьтесь. Но я не о Венечке и не о входе центральном пока что, а о другом времени и о других нас. И о другом входе в это здание. Как это было устроено тогда и как это устроено сейчас? Может ли вот такая вот маленькая деталь, незначительная, которую сегодня, возможно, никто уже в расчеты не берет, как что-то важное или что-то существенное в нашем отличии от тех людей, которые строили вот эти дома большие и жили в них. Строили для себя, для своих семей и так себя ощущали. Времена другой эпохи. Так вот, существенное ли это отличие, которое сегодня практически никак не считывается, но все же существует. Заходя в этот подъезд, то есть фактически это такой подъем с сокольного этажа на первый этаж этого здания, жилого здания. И что мы видим? Мы видим этот подъезд изнутри и этот вход изнутри. Вот реальный вход в подъезд этого дома. И теперь представьте, ощущение и желание жить, как жили те и мыслили те люди, которые создавали себе такие же вещи и так ощущали себя, что вход должен быть здесь. Это центральный вход в этот дом, который ведет из сквера, в котором я сейчас был и в который я сейчас еще вернусь, чтобы ощутить вот эту вот красоту выхода из дома, из подъезда в сквер сегодня, да, предположим. Вопрос, можем ли мы так же, как делали они, повторить, чтобы попадать в этот подъезд через этот вход и выходить из дома, из этого выхода в сквер, ощущая себя, мне кажется, гораздо интереснее. Что нам мешает это сделать? Скорее всего, если мы поднимем этот вопрос, к примеру, с жильцами этого дома, мы наткнемся на протест и нежелание открывать эти двери, потому как будут ссылаться, скорее всего, на то, что пострадает имущество подъезда, сам подъезд пострадает, что будет проходной двор, и каждый проходящий или находящийся в сквере будет видеть открытую дверь в подъезд, или эту дверь функционирующую, и будет заходить в этот подъезд. Ну и тут, собственно, уже делать какие-то свои дела, с результатами которых, наверное, как раз такие жильцы этого подъезда и не хотят знакомиться. И вот это, наверное, и будет главный аргумент. Зачем нам это? Зачем нам подвергать свой подъезд какой-то нагрузке со стороны незнакомцев, да, со стороны чужаков, со стороны невежественных подростков, взрослых и так далее, которые захотят что-то здесь плохое сделать. И вот это, наверное, главное отличие от этого дверь в прошлое, и как показатель нашего настоящего, говорит о том, как мы относимся друг к другу, и до чего мы дошли в своем неверии, невежестве, и насколько мы парадоксально унизили себя в том, что мы не уважаем больше ни общество, в котором живем, опасаемся его в той или иной мере. Конечно, мы не в самом худшем обществе живем, это точно, абсолютно. Россия и русские люди, населяющие в большинстве своем страну, гораздо культурнее, я знаю, гораздо сговорчивее и понятнее в отношении с поведением своим, но все же мы пришли к тому, что мы не можем пользоваться, так называемыми, парадными дверьми, через которые мы можем попадать в подъезд, достаточно красивый по современным меркам, потому что большой, удобный подъезд, светлый, через эти прекрасные двери. А самое, наверное, здесь печальное, что нельзя выйти, воспользовавшись этими дверями, сквер на прекрасную солнечную погоду, на лавочке, на скамейке и наслаждаться погодой. Насколько это поднимает твой уровень самоощущения, когда ты можешь жить вот в таком, ощущать такой вот размах свободы, да, и возможности своего жилья, жилища. Но для этого нужно, чтобы пользоваться этим, конечно, для этого нужно очень сильно поднимать культурный уровень. О чем это говорит? Конкретно вот эта дверь закрыта, о том, что и существующая, и закрытая, о том, что то общество, в котором жил Венечка Ерофеев и писал свое произведение «Москва петушки», трансцендентное страшное произведение, оно все же было преисполнено, наверное, некой большей свободой, при всем том, что мы знаем про прошлое Советского Союза, про прошлое, то, что нам навязывает как историю Советского Союза, да, некая либеральная ячейка и повестка, говорит о том, что эти люди были преисполнены большей свободой и большим доверием, а главное, большим ощущением эстетики и самоуважения к себе. Потому что так мыслить и так делать могли только те, кто абсолютно понимали, ничего не для кого они это создают, а создавали они для себя, для тех, кто будет жить в этом подъезде. То есть, соответственно, не какая-то элита, хотя, опять же, да, если мы говорим об элите, то человек труда, элита Советского периода, труженик, вот он и создавал себе это жилище, поскольку себя уважал таким образом и уважал всех тех, для кого создает такие жилища. Это наше отличие. Мы сегодня делимся и пытаемся делиться на ячейки, и каждый именит о себе определенную мораль, и каждый уверен, что он достоин больше, чем на самом деле может сам дать этому обществу. Но при этом никто не задумывается, а в чем величие, если твоя дверь в парк из подъезда заколочена, и ты не можешь ей позволить себе пользоваться по каким-то причинам. Санитарным, этическим, безопасности или каким-то другим. Вот это вот главный вопрос, главное отличие нас от наших уважаемых предшественников, плодами, плодами, чьих трудам мы пользуемся сейчас, всегда в этом доме. Но не пользуемся тем комфортом и тем, наверное, основополагающим в этом во всем отношении пространство. Мы отрицаем эту суть и почитаем использовать некую другую дверь, наверное, предназначенную как черный вход, как возможность пользоваться еще одним входом с другой стороны здания. Да, но это уже был такой вход другого типа, потому как, наверное, это тоже удобно в случае там чего-то экстраординарного. Но это не тот вход, которым, я уверяю, воспользовались те, кто жили в этом доме тогда. Но сейчас мы попробуем выйти как бы мнимо из этого подъезда и прогуляться как будто бы из него. Мы выходим. Представляете, вот мы выходим, да, и мы идем в парк. Покидаем подъезд и идем в парк. Здесь запах такой классный. Ты сразу выходишь, и ты на солнышко выходишь. Сразу выходишь вот в это пространство солнца, лавочек, цветов, пахнущих деревьев своими сейчас зацветившими цветами. Это рябина и здесь вот черемуха. А это все рябина. А, вот черемуха, да, и черемуха, и цвела. Тюльпаны тоже уже отсвети практически и заканчивают свое цветение. Ну, вот так вот бы это все и выглядело. Красота же, да? Чем ты выходишь из того подъездика маленького черного входа в темноту. Там нет солнца практически, потому что дворовая часть, затемненная постоянно от солнца. И ты как бы такой из пещерки своей вылез и пошел на улицу. Ни о чем не думая. А здесь ты вышел и просто очутился на солнце. Вот. И я бы все вставил бы на место, поставил бы стекла. Может быть, сделал бы какое-нибудь витражное стекло, которое от солнца. Здесь вот солнце, оно светит постоянно большую часть суток. И представляете, что если бы витражное окно поставить сюда, стеклянное, с цветными рамами, и дверь такую же бы сделать, и весь подъезд бы, первый этаж, наполнился бы вот этой цветной мозаикой, как бы это было бы здорово. Мне кажется, сюда бы просто ходили фотографироваться, любоваться бы. И другие люди с этого парка просто любопытствуют, что здесь такое происходит. Это еще одна, наверное, причина, которая нас сегодня отталкивает от этого, от этой возможности иметь такой подъезд здесь. Вот это недоверие, нежелание, нежелание видеть чужих, даже если это намерение вызвано любопытством и каким-то таким благородным интересам, к чему-то интересному, находящемуся здесь. Нам не важно. Мы не хотим ничего и никого. Мы хотим какого-то такого странного покоя, находясь в общественном пространстве, живя среди себе подобных. Немало себе отдаем отчет, наверное, почему это именно так. Вот такой вот ролик. Вот такое размышление меня посетило. Как же это было бы прекрасно, если бы эта дверь была бы все еще открыта. На фоне которой стоит Венечка Ерофеев со своими какими-то однокашниками, друзьями. Не знаю, кем они ему приходились, но он даже как-то так отстраненно от них находится. Такой сам себе на уме писатель. Ну, в общем, в того же все, что хотел сказать в этот прекрасный день летний. Оставайтесь на канале Погода в Кировске. Будем общаться, рассуждать о разных интересностях. Все, всем добра!